Слава Продукцион представляет Всем привет, друзья, товарищи, подруги и просто случайные зрители. В общем, в этом видео я буду менять вентилятор вот на этом зарядном устройстве. Вот так вот он и называется. Стоит он здесь. Так что кому интересно, оставайся, а кому не интересно, можете сворачивать и смотреть другое. Может быть интереснее видео, я не знаю. Так, ну а я начну разбирать данный прибор. Уже не знаю, в который раз это делаю. Надеюсь, будет в этом году последний, и все будет хорошо. Из-за него не могу я заряжать большими токами, потому что когда вот эта штука включается, ужасно шуме становится. И очень, очень некомфортно, в общем. Вот, вот он здесь стоит. В общем, будем его сейчас менять. Так, сниму я вот эту уплотнительную штучку. Так, отключу его. Главное, что вот этот, блин, разъем снимается. О, есть. Снимается из платы. Вот. Так вот он выглядит. Здесь еще у него, как она называется-то. Ну, а декоративная заглушка, в общем. На таких, вот. Две из которых я уже сломал, а вот из него выходит смазка. Ну, в принципе, я этот сломал. Вот эти все три штуки сломано, и он, короче, вот так вот вываливается. Вываливается отсюда. И, блин, такой звук он издает противный. Так, а вы знаете, что? Можно ведь попробовать приклеить их обратно. Вот эти штучки, вот на эту крышку. Так, ну, у меня, блин, нету, нет у меня этого клея. Суперклея хотя бы даже, да? Чтобы приклеить их обратно. Так, что пока будем без них. И не буду клеить вот эту вот наклейку. Или все-таки оставить ее так, протереть только от смазки. Чтобы не было жирно. Сюда я, по-моему, силиконовой смазки набивал. Так. Ну, главное не в этом. Ладно, давайте. Попробую я его сюда запихнуть. Так, он был вот этой наклейкой сюда наружу. То есть он горячий воздух высасывает отсюда. Из этого прибора. И самое главное, чтобы... Так. Как его? Как его, наверное, так и расположим, да? Чтобы провод тут, видите, какой длинный. Ну, в принципе, можно его уложить где-нибудь. Я не знаю, чтобы он... Чтобы он не мешал. Так, ну, наверное, так тоже не пойдет. А делать придется, наверное, вот так вот. Вот. Только... Только таким способом его можно сюда поставить. Так, ну, давайте наклеим обратно вот эту штуку. Потому что она, наверное... Или не будем клеить. Да, в принципе, можно и не клеить. Что, в принципе, нормально. Так, вернем обратно вот эту штуку. Это у нас... Так, скажем, уплотнитель. Чтобы у нас он... Не шумел. Но все равно, мне кажется, он будет шуметь. Так. Так. Так, подключим. Разъем у нас подключается вот так вот. Так, ну, давайте подключим. Он должен сделать первое БЗ. При подключении питания. Да. Он сделал БЗ. И вы знаете, ну, нормально так он, в принципе, работает. Меня устраивает. Главное, что он не будет трещать, как проклятый, блин. Так, а это, наверное, мы что? Этот провод пустим сюда. И как-то вот здесь у того уложим, что ли. Аккуратненько. Чтобы он тут не мешался. Ну, вот как-то так. Ну, а как? Резать я его и, блин, паять не хочу. Пусть так вот остается. Так. Я надеюсь, эта крышка не будет вибрировать. Так, где она у нас? Уплотнитель. Положим, а вот сюда. Ну и все. Закрываем. Сейчас я приверну быстро шурупчики. И уже непосредственно к Т-100. Так. Ну все. Этот у нас, наверное, отправится куда-нибудь. До лучших времен. Выкидывать я его не буду. Пусть лежит. Ну, блядь, пусть лежит. Тоже до лучших времен. Может быть, когда-нибудь он пригодится. Сомневаюсь, конечно, но мало ли, как говорится, случаи разные бывают. Вот. Пусть лежит. Так, ну а мы? Ну а мы. Так, что же. Какие бы аккумуляторы? Туда воткнуть, блин, чтобы проверить большими токами. В общем, ладно. Попробуйте, будет брать ампер или нет. И, в общем. Какой уровень шума. Какой уровень шума будет. Ну. А пока пауза. Когда он раскрутится достаточно, я его включу и покажу, как он шумит. Так, ну вот он включился. Вот так он шумит. Ух ты, и дует, как паровоз, блин. А, так еще сильнее дует. Так, поменьше. Блин, я думаю, набить его все-таки надо было силиконовой смазкой, чтобы снизить обороты. Не, ну это что-то много, да и это сама. Что-то он слишком громко крутится. Так, наверное, надо будет заказывать шутка 12-вольтовой. Что-то я не рассчитывал, что будет такой. Такой уровень. Так, а знаете, что? Я разберу и замерю, какое на нем напряжение будет во время всего этого. Давайте-ка сделаем это. На такой шум я рассчитывал. Изначально он так не шумел. Ну, в смысле, когда новый был вентилятор. Все-таки, наверное... Все-таки, наверное, 12-вольтовый надо будет заказывать, чтобы он крутился в полсила. А этот, наверное, крутится на всю катушку, да? Блин, вот это вот я никак не ожидал. Так, ну, давайте-ка я посмотрю, что здесь написано. Так, ну, 5 вольт, по-моему, да? Вообще, 3,7 вольта здесь написано. Модель, в принципе, такая же, да? А здесь написано 3,7 вольт. Ну, вон, видите? О, хорошо видно. 3,7 вольта. Почему же этот так шумит-то громко? Блин. А вот незадача-то... Так, сейчас... Ох, тут... Посмотрим, какое напряжение он выдает. Так, а где бы нам его замерить? Наверное, вот здесь и замерим, да? Так, давайте. Снова включим их на 1 А. Так. Ну и все, и ждем. Ждем, пока закрутится. Так, включился. Давайте мерить. Так. Красный плюс, черный минус. 6. 6,7 вольта. И оно растет. 6,8. 6,9. 7 вольт. 7 вольт. И потихонечку растет. Так. Чтоб не было словно. Вот вам мультиметр. Вот, видите? О, 7,15 уже. 7,2 вольта. И продолжает расти, видать, с температуры. Как поднимается температура, растет, соответственно, и напряжение. А что это значит? Это значит, надо брать 12-ти вольтовый вентилятор. И он будет работать в половину мощности, да? Ну, чуть меньше. Ну, дует он, конечно, будет здоров. С этой прокладкой. Он вообще будет высасывать все оттуда. Ну, ладно. Пусть стоит пока он. Тот сломанный все равно ставить смысла нет. Никакого я не вижу обратно. Так что... Так, какое еще напряжение поднялось ли нет? 7,2 было. Ну, почти 7,3. А, все. А, нет, потихоньку растет. 7,3 вольта. Где-то, примерно. Соответственно, когда крышку одеваем. У нас воздух загорается вот из этих всех щелей. Вот он выключился. Ну, видать, охладил, выключился. Вот. Соответственно, что? Соответственно, Сейчас сделаю заказ и 12-ти вольтовый. Когда уж придет, Тогда и придет. Цена, кстати, я не сказал. Одинаковая, что на 5-ти вольтовый, что на 12-ти вольтовый. И еще вычитал, номинальная скорость у него 10 тысяч оборотов в минуту. Плюс-минус 10%. Вот почему так шумит. И срок службы вентилятора 35 тысяч часов. Тип подшипника, втулка. Втулка, подшипник. Ну да. Подшипник там нет. Обычно втулка. То есть, крыльчатка с валом, шток вставляется во втулку. И таким образом он работает. Ну, это, конечно, не дело. Вот я одним ампером заряжаю. Может быть, Если переключиться на Полампера, будет потише нам, я надеюсь. Давайте попробуем переключиться. Так. Charge Сроком 500 мА. Он все равно, наверное, будет выходить на свою Номинальную Мощность, да? Какое напряжение на него подается. Так он и будет крутиться. Ну, вот, конечно, не дело. Это мне Не нравится тут поток воздуха. Ого! Особенно ночью, если Это вообще будет Жесть. Ну, ладно. Все. В принципе. На этом я закончу. Больше эксперимента. Инитировать не буду. Посмотрю, как он будет Крутиться При таком токе. Ну, я думаю, так же он будет сейчас просто Просто, наверное, он будет Включаться на Меньшее количество времени. То есть, включится, покрутится И отключится. Вот. Все. Ссылку Ссылку на эти вентиляторы Оставлю в описании. Смотрите, кому интересно. Вот. И на кэшбеке тоже оставлю в описании. С кэшбеками Сэкономите Еще больше. Там еще Рублей 5-10, наверное, Сэкономите. Я вот только не знаю, когда покупать Сейчас Или подождать, пока доллар опустится еще И рублей на 10-20 купить дешевле Вот. Вы что думаете, напишите В комментариях Будет очень интересно Ваши прогнозы Как доллар опустится, нет Или может еще Подняться выше Пишите, пообщаемся Всем отвечу Ну, если, конечно, будет конструктивный Диалог Они всякие там Оскорбления И угрозы Все, давайте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok